Друзья, вас не обмануло зрение, сегодня мы готовим самый популярный корейский суп кимчи тиги, но с консервированной рыбой. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заварите себе раменчик, либо возьмите какую-нибудь другую вкусняшку. Напоминаю, что с вами Денис Ким и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. На канале есть рецепт кимчи тиги, многие из вас его уже готовили, это очень вкусный острый суп, кто не смотрел, ссылочку оставлю в описании под роликом. Так вот, традиционно готовят его с мясом, обычно со свининой, но в Корее есть не менее популярный вариант этого супа, а именно с консервированным тунцом. Я решил однажды заменить тунец на сайру, ну потому что она стоит в два раза дешевле, да и я очень любил в детстве сайровый суп, который подавался в школьной столовой. А моя мама готовила очень вкусную пиццу, в которой была просто бомбезная начинка из сайры. Короче, это один из моих любимых вкусов детства, и именно поэтому я решился на этот эксперимент. И я считаю, что он удался, потому что получилось ну очень вкусно. Рецепт простой и быстрый, поэтому давайте приступим к готовке. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Список продуктов есть и в описании под роликом. Там найдете полезные ссылочки на мои социальные сети. Готовимся у него на 2-3 порции. Итак, начинаем с нарезки овощей. Как обычно, нарезаем сначала репчатый лук. Его просто нарезаем перьями, либо полукольцами. Далее зеленый лук. Я взял лук-порей. Его нарезаем поперек на кольца, либо на овальчики. Можете взять обычный зеленый лук. Следующий зеленый стручковый перец. Его тоже режем поперек на кольца, либо на продолговатые овальчики. Тофу просто нарежьте на пластины. Кимчи разрежьте сначала вдоль на две половины, а потом на небольшие кусочки поперек. Можно, кстати, кимчи нарезать, используя кухонные ножницы. Ну а чеснок просто измельчаем. Можете прессом для чеснока, а можете, используя нож. Банку с сайрой скрываем. Далее, если у вас большие куски, желательно разбить их на кусочки поменьше. Но это на ваше усмотрение. Можете кинуть цельными кусками. В жидкость не сливаем, добавлять будем вместе с ней. Теперь выкладываем ингредиенты. Возьмите сковороду, либо кастрюлю. Кладем нарезанное кимчи. Рядом кладем репчатый лук. Далее, сайру. Перец. Зеленый лук. И чеснок. Заливаем все это литром воды и включаем плиту. Пока вода закипает, добавляем 2 столовые ложки молотого красного перца качукару. 1 столовую ложку сахара. Перемешиваем. Далее, добавим 1 столовую ложку рыбного соуса. 3 столовые ложки соевого соуса. И ждем, когда закипит. Как только суп начал бурлить, добавьте примерно 3 столовые ложки приправы дашида. Я добавил со вкусом анчоусов. Но добавлять можно любую. Это усилит вкус и аромат. Если нет дашиды, то можете пропустить этот шаг. Без нее тоже будет вкусно. Варим так 5 минут. Далее, кладем нарезанный тофу. Также, добавьте 1 столовую ложку кунжутного масла. Варим еще 5 минут. В конце, можете добавить свежего зеленого лука. Посыпать кунжутными семечками. И все. Блюдо готово. Подавайте на стол горячим. Обязательно с рисом. Приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, блюдо вкуснейшее! Вы обязаны его попробовать! Надеюсь, вам понравился рецепт. Не забываем ставить пальцы вверх. Ну и, как обычно, подписка на канал, колокол и так далее. Вы, в общем, все и так знаете, что делать. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока!